Православные верники рыхтуются до одного из самых важных христианских святов – Роства Христова. У ночь шестого на семья студене у храмах пройдут урочистые богослужения. По кольже верники тримают пост. А у неодельных школах идут репетиции калядных спектаклей. Один из них покажет на Роство и у Могилевским свято-микольским монастыря. Вы видели? Звезда горит! Сидит прямо на дверцепом. Маленькие пастушки с посохами рассказывают историю народжения Христа. Калядный спектакль с вершами и песнями пригожает традиция неодельных школ у христианских храмах. Не забывайте улыбнуться и дарить свет людям. Спектакль детячий и история народжения Христа адаптовали для малых. Сценки покажут у монастырским храме, у святок, але падзеи попередничают занятки. Неодельная школа выучает ему каляду. Наставницы тумачить, дети уважливо слухают и мкнуться, заразумеет, что отбылось в 2017 году тому. Малые выучат верши, молюют Роству и ведьми жакают свято. На Рождество родился Иисус Христос. Я люблю Рождество, потому что это красивый и очень яркий праздник, в который можно радоваться вместе со своими близкими. В этот день можно дарить людям счастье и радость. Рождество – это еще один повод для людей правильно расставить свои ориентиры и жизненные позиции, и чтобы у каждого, как большой ориентир, светила виференская звезда перед собой. На Рождество для людей я желаю, чтобы люди были дружными. И добрыми? Не глядячи на клопоты на передании свято Роства, а так само и сорокоденный пост, православные верники у тым ликой у не отдельной школы у святом и кольским монастыры тримают добрый настрой. Ожидание радости и репетиции праздника, потому что мы сами, ощущая эту радость, мы хотим передать людям, и старания детей – это их тоже дары к вертепу Христу Рожденному. Поэтому они трудятся для того, чтобы отдать, передать, чтобы люди это увидели и счастливые, и радостные, продолжали жить и надеяться на все самое лучшее в этой жизни. Дароства Христова состоится неколько дней, а потом будут святки. Илона Иванова, Миколай Соболев, Новина Ргею.